Какой макияж будет трендовым в этом году и как повторить и адаптировать тренды с показов на свой повседневный макияж. Именно об этом сегодняшний наш урок. Привет, меня зовут Ирина Лобашова, я визажист, эксперт в мире моды и макияжа. И сегодня мы с тобой разберем 5 горячих трендов макияжа сезона осень-зима 23-24. Год назад я снимала подобное видео про тренды макияжа и сегодня я решила повторить и показать тебе новые тренды предстоящего сезона. Я расскажу тебе, как адаптировать тренды с показов, вообще откуда брать вдохновение, если ты интересуешься трендовым модным мейкапом, ну и конечно же, как и всегда у нас с тобой конкурс. Ну что, сегодня мы погружаемся в самый трендовый и горячий макияж. И первый мой любимый тренд, который я лично люблю использовать в своем макияже, это эффект влажной кожи. Кожа как будто она напитана уходом и кожа, от которой ярко отражается свет. Сразу скажу, этот тренд не для всех. На самом деле лучше всего он смотрится на обладательницах сухой и нормальной кожи. Если у тебя кожа жирная от природы, то она и так блестит, как блинчик, и для нее не нужно использовать специальные сияющие продукты. Я бы даже сказала наоборот, ее нужно немножечко приглушать, и я расскажу тебе пару секретов. В чем фишка сияющей кожи? Во-первых, она должна светиться изнутри. То есть не должно быть такого, что ты просто взяла матовый тон и сверху бабахнула хайлайтер. Здесь задача хорошо готовить кожу к макияжу, наносить многоступенчатый уход и, конечно же, использовать сияющие тональные средства. Во-первых, используй кислотные тоники или пилинг-пэды для того, чтобы кожа сияла, была отшелушена и не было предательского гиперкератоза. Во-вторых, любой крем со SPF либо база со SPF-фильтром даст именно то красивое освещение, за которым все мы так гонимся. Лично я использовала базу-праймер от бренда Rouge Bunny Rouge с небольшим свечением. И поверх этого нанесла увлажняющий и сияющий тональный крем от бренда L'Oreal гиалуроновая сыворотка. Ты видишь, какой дает эффект сочетание этих двух продуктов. Кожа засветилась изнутри. Все нюансы, которые мне не нравятся, я перекрываю консилером. И для того, чтобы максимально добавить свечение, здесь я использую кремовый хайлайтер, который тоже дает красивое сияние и эффект влажной кожи. Есть маленькие нюансы относительно жирной кожи и о том, как с ней работать. На самом деле жирная кожа, в отличие от сухой, заблестит и так сама. И наша задача, если ты хочешь делать красивый сияющий макияж, использовать наоборот матирующие продукты в качестве базы. Один из моих любимых матирующих праймеров, это праймер от бренда Pro Makeup Laboratory. И ты можешь наносить его под увлажняющий тональный крем. Таким образом, праймер будет сдерживать выделение кожного себума, а при этом увлажняющий тональный крем давать красивый эффект сияния. Если ты не умеешь выбирать тональный крем, то на моем канале уже был обучающий урок. И если ты его не посмотрела, то обязательно посмотри. Второй тренд, который мне безумно нравится, это дрейпинг или клубничный макияж, как его называли в социальных сетях. На самом деле это использование активного кремового румянца с такими легкими ягодными оттенками. Когда мы используем кремовый румянец, в данной технике нужно наносить его, во-первых, на щечки. Причем, как ты видишь, достаточно ярко и активно. Ну и самое главное, когда мы с тобой наносим кремового румяна на спинку носика, мы создаем тот самый эффект, как будто ты пригорела на солнце, и у тебя красивый естественный румянец. В своем макияже я использовала кремовый румянец от бренда Rouge Bunny Rouge. Нанесла его достаточно активно, мягко растушевала с помощью той же кисти, которой я и наносила тональный крем. И после этого немножечко заполировала все румянами от бренда Pro Makeup Laboratory. Для того, чтобы этот макияж смотрелся завершенно, я сделала легкий контур губ и нанесла туда же кремовый румяна, добавила тушь и блеск для губ. И ты знаешь, для меня это был самый любимый летний макияж, когда мне хотелось легкости, свежести, юности. И хотелось очень быстро сделать макияж и убежать по своим делам. Эффектные акцентные губы. На самом деле, такие губы мы наблюдаем в каждом сезоне, но я расскажу про те цвета, которые нужно использовать в этом. Во-первых, это все оттенки винного, я бы даже сказала, готический фиолетового. Такие оттенки смотрятся очень выигрышно и очень интересно. К ним нужны минималистичные глаза и обязательно как-то поддержать этот оттенок в своем образе. Второй тренд, который мне нравится, это глянцевые красные или матовые губы. Опять-таки, красная помада всегда классика макияжа и в этом году мы сочетаем ее вместе с сияющей кожей и легким румянцем. Ну и под направление тренда на эффектные губы, которые я хочу тебе показать, это сочетание темного контура вместе либо с прозрачным блеском, либо с каким-то винным оттенком. Я решила, что у меня будут темные винные лаковые губы с контурочком, но для того, чтобы не покупать дополнительную помаду, я просто решила сделать секрет с помощью карандаша. Для начала я сделала темный контур с помощью карандаша от бренда Shoe, который я нанесла по краю губ и после этого на центр губ нанесла более винный карандаш. Это бренд Miss Thais. Ты видишь, у меня получился достаточно интересный эффект помады и после этого я воспользовалась таким сливово-винно-розовым блеском от бренда Natalie Schick и получила эффект глянцевых губ. При этом с модным таким контурочком, как из 90-х, и для меня это будет очень интересный тренд, потому что я планирую его носить чуть-чуть попозже, в глубокой осени, в сочетании с кожанкой, в сочетании с винным свитером, и я думаю, что это будет очень интересный эффект. Кофейный макияж Latte Makeup, макияж вдохновленный эстетики Хейли Бибер, это все про коричневый цвет в макияже. И на самом деле я, конечно, не хотела брать этот тренд, потому что он скорее из социальных сетей, чем из показов, но решила, что все-таки я покажу тебе его адаптацию, так чтобы это не было сплошное коричневое пятно. Что я делала для начала? Я использовала карандаш от бренда Latte Cosmetics, совпадение, и с помощью него сделала контуринг глаза и вытянула легкую коричневую стрелку. Теперь, с помощью сухих теней от бренда L'Oréal, я закрасила полностью подвижные века, и здесь есть маленькая фишка. За счет того, что тени такие сатиновые и достаточно мелкодисперсные, я смогла сделать градиент с помощью всего одного оттенка теней. Как ты видишь, ближе к стрелке тени легли плотно, а когда я их растушевывала в висок и в косточку глаза, они легли достаточно мягко. И макияж глаз я зафиналила мягким бронзером от бренда Кевина Кван. Этот же бронзер я использовала на скулах, на косточке нижней челюсти, для того, чтобы создать эффект и скульптурирования, и одновременно такого коричневого вайба. Потому что латте мейкап, кофейный мейкап, это все про оттенки коричневого. Ну и, конечно же, не забываем про губы. Для своего макияжа губы я использовала карандаш от бренда Шик. Это карандаш для глаз, но у него тот самый оттенок кофейной пенки, который мне нужен. Поэтому с помощью этого карандаша я очистила губы и нанесла помаду от бренда Эн Бьюти. Эта помада имеет такой модный оттенок из 90-х, коричнево-персиковый. И ты видишь, я создала монохромный образ. На самом деле латте макияж это достаточно классический макияж, потому что мы используем различные оттенки. Коричневый, кофейный, бронзовый, бежевый. И они идут всем. То есть этот макияж будет хорошо смотреться как на блондинке, так на брюнетке, как на девочке с карими глазами, так на девочке с голубыми глазами. И подойдет любому возрасту. От 15 до 115. Красься. И последний тренд это мое поле для экспериментов, потому что, скажу тебе честно, я редко использую такие сочетания в макияже. Хотя пора начать. Этот тренд, гранж, встретился с гламуром. В чем фишка? На показах мы видели достаточно яркие гранжевые макияжи. Такие темные глаза, винные губы. Но в повседневной жизни, конечно, не каждая девочка сможет такое на себе носить. Поэтому здесь очень интересное сочетание, когда мы облегчаем такие готические макияжи до повседневных. В этом тренде в макияже мы используем, с одной стороны, черные карандаши, черные глубокие черные тени. Но с другой стороны, облегчаем все это сияющими перламутровыми тенями. Если бы я использовала белые тени и черные тени, это было бы 100% повторение макияжа из 90-х. Но на дворе 23-й год, поэтому будем немножко адаптировать. Для начала я нанесла светлую базу под тени от бренда Anastasia Beverly Hills. И заполировала все жемчужными холодными тенями из палетки Gode. После этого я с помощью карандаша для век не каяла, а чертила форму глаза, нарисовала легкую стрелку. И потом дополнительно ярко-черным глубоким каялом от бренда Natalia Schick прокрасила всю слизистую сверху и снизу. Теперь мне нужно зафиксировать свой карандаш на веках, поэтому я использовала самый черный цвет на свете. Это цвет из палетки N-Beauty BG. И с помощью него зафиксировала стрелку и сделала мягкую растушевку снизу. К такому макияжу нужно добавить очень яркие ресницы. И как ты видишь, макияж получается достаточно необычным. Мне под него хочется сделать влажные, зализанные волосы, одеть кожанку, купить себе байк и тусоваться до утра. Но на самом деле это очень интересный тренд. Я думаю, что мы его будем часто встречать и на улицах, и на съемках, потому что это как бы новое прочтение старых макияжей, которыми красилась наша мама. В каждом ролике, как и всегда, у нас с тобой конкурс. Условия конкурса не меняются. Лайк этому видео, подписка на мой канал. В комментариях ты пишешь секретное слово, которое я спрятала в этом видео. Секретное слово в том месте, где я рисую себе винные губы. Кстати, расскажи, какие макияжи тебе понравились, какие тренды ты бы хотела адаптировать в своем макияже. Сегодня мы с тобой научились адаптировать модные тренды. Я напоминаю, что подписка на мой канал и лайк этому видео гарантирует тебе, что твои стрелки будут получаться ровными и симметричными с первого раза. Пока!